рада приветствовать всех на своем канале с вами барыльченко татьяна и сегодня небольшой мой процесс это брошь от мари кале она называется жук хамелеон почему я все-таки решила вам показать этот набор потому что его распечатала и была приятно удивлена его комплектации и естественная инструкция который не могу вам не сказать инструкция у производителя более чем подробная с фотографиями с фотографиями хорошего качества где все понятно достаточно крупными и в общем то развернуто 8 практически листах на 4 на 4 но просто очень большие листы так что же у нас входит в комплект это конечно же сам пайетки бисер бусины вот такой шикарный камень и зеленые ниточки потому что жук хамелеон у меня зеленого цвета да если вы помните судя по картинке вот зеленый и в таком виде я получил вот эти вот картон очки которые я открываю и показываю вам сама вот сейчас смотрю здесь две иглы в общем набор полностью очень хороший плотный фетр он тоненький но он жестенький на нем будет удобно вышивать посмотрите как все понятно и кожа эко кожа для того чтобы закрыть задник да и сам картон используется для того чтобы проложить его между фетром и кожи кусочком кожи мне кажется достаточно большая кожа и ее можно использовать вот видите они не раз даже парочку раз вот пожалели комплектация замечательно этого набора если вы спросите где его можно купить сразу могу сказать что я думаю что его можно купить номер вышивки марикале набор или однозначно точно есть в интернет магазине искусница единственное гарантирует какая цена у этого набора будет потому что мне кажется в розничных магазинах они такие достаточно дорогие вот я пока приступаю буду делиться впечатлениями но возможно вы сразу видите готовый результат в итоге работа закончена впечатление конечно у меня есть я готова с вами поделиться этими впечатлениями не все однозначно но больше я довольно чем нет конечно же брошка получила симпатичная по материалам я вам скажу отдельно потому что это заслуживает того сейчас я вам покажу что получилось единственно у меня куда-то делась катушечка не то которая была в наборе вот такая брошь у меня получилось а мне очень нравится результат в принципе но он мог бы быть лучшим если бы вот а коробочка и посмотрите насколько идеально здесь бисер он просто можно сказать и японский бисер который положили в набор нам не калиброванный китайский знаете вот одна выше 1 ниже 1 короче 1 длиннее большому сожалению это так если здесь это все равно да вот вот здесь да какие палочки длиной пайетками собственно говоря я очень довольна бусины тоже все ровненькие симпатичные а вот что касается бисера он весь вот такой вот хотя я протягивала сквозь него ниточку нас учили здесь в мастер-классе показывали что прошили обратно затянуть нитка была здесь я бы сказал знаете она очень похожа на полиарт 60 такая толстая нитка толстая но входим лежали две иглы и ниточка хорошо входило сюда но вот идеальной ровности я не требовал этого для меня вот в этой брошечки идеальной ровности не нужно результат достигнут да но когда я смотрю на эту брошь я конечно же могу увидеть разницу и от меня немного огорчает но материалов хватило даже больше чем мне очень понравились пайетки не очень маленькие качественные аккуратные но рубка она и есть трубка ну и осталось немного бусин то есть запас пожалуйста что касается комплектации набора он бесподобно здесь все есть включая картон и отличный отличный вот увидите в целях экономии не посередине положила а вот так аккуратно сбоку выкроила заднюю часть да нам предлагали пришить и вот эти бусины этой же зеленой ниткой которую я обшивала всю бабочку но я взяла у меня было такой от вот стич от набора вот такая ниточка она такая не белая немного бежевая я точно знаю что они вроде бы используют титан крутится жутко конечно лучше мои нитки в этом смысле ничего нет ну ладно совсем можно справиться и опять же вот здесь нам предлагали использовать несколько другой способ пришивания края обрабатывания то есть бисеринки должны были лежать вот лепешечкой дырочкой кверху вот так но поскольку все бисеринки разной высоты я не смогла использовать эту технику хотя мне конечно она очень понравилась я беру ее на вооружение что касается мастер-класса конечно здесь такая хорошая коробочка такая подарочная плотненькая очень качественная что касается мастер-класса мастер-класс крайне пошаговый вот прям пошаговый в доску но вот это пришивание вот этих бусинок мне конечно придется разбираться а может быть кто-то из вас знает где посмотреть ссылочку чтобы пришел обрабатывать последний край и бусины лежали в числе вам покажу очень хочу этот способ посмотреть более детально и понятно ну чтобы бусины лежали им вот вот таким способом смотрите дырочка кверху и сверху было у них ниточка такой дорожкой проходила вот вот здесь хорошо видно вот если вы знаете и если есть ссылка на видео и на мастер-класс поделитесь пожалуйста комментарии буду очень признательна и так но этот способ в данном случае конечно не подошел в любом случае но тем не менее готова брошь она такая добротная такая нам основательная поскольку здесь два картона конечно все очень понятно булавка такая замечательная во-первых она большая рассчитан на тяжелую бро на тяжелое основание хотя конечно не очень тяжело очень красивый камень переливчатый это брошь у меня на жук хамелеон называется но здесь производитель предлагал еще и вот таких цветов чисто зеленый и вот этот вот красивый кстати мастер-класс был произведен на этом поэтому не очень понятно все вот такое вот видите ну да ладно в общем мастер-класс изумительный материал бисер в частности подкачал нитка шикарная но в общем то всегда единственное что она вот здесь должна была быть такая зелененькая я вот не хотела этого хотя какая разница собственно говоря какая сзади ниточка все замечательно наконец-то у меня пошли броши а то я не вышиву он сейчас заглушаю вот вышивкой вот этих брошей еще я хочу все таки от этого производителя пока свежие ощущения воспоминания а самое сложное для меня было это именно вот это поле заполнить потому что рубку нужно было каким-то образом укладывать на пайетку чтобы она не торчала видите она торчит да но она собственно торчит и торчит и на фотографии боль больше сильно они такие разнобойные и пока эта техника у меня свежа в голове я наверно выше у меня еще есть банты банты и еще что то есть в общем от это и надо попробовать но в целом оригинально красиво пайетки посмотрите какое изумительное да вот это чешуя читаю состояние я вам говорил что я насекомых не очень люблю но вот этот жучок он получился такой симпатичен до размер его небольшой я ожидала что он будет больше но вот фактически он реальный с размером совпадает с размером картинки но фактически да чуть-чуть там больше вот на мою комплекцию он подходит хорошо он не крупный для может быть да и то мне кажется даже для худенькой женщины мелкого будет симпатичный на где-то на воротнике на шарфе как-то вот так приколотый будет очень красиво так что моей копилки вот сейчас у меня в наличии две броши вернее я обману у меня еще есть брошь тукан и еще какая-то да да кстати туканом его тоже присоединить поносить в общем продолжаю наверное вышивать броши пока настроение другого нету и потом с новыми силами наверно возьму сюжет за вышивку на чистый конве это все мои впечатления на сегодня рекомендую найти по фидивальной системе ставлю этой броши 4 этой брошки вернее этому производителю не брошки а этому производителю ставлю 4 из того что все таки они используют китайский бисер я бы заменила но здесь бисер не десятого размера этот бисер крупнее и он наверное девятый а то и может быть даже восьмой он крупнее десятки и я боялась что если я заменю мелкий бисер будет ну на вот сочетание с этим камнем мельчить что ли вот боялась честно говоря ну все в общем если вам нравится покупайте наслаждайтесь я думаю найти моря колени сложно я уже говорил вам что наверное можно и на тетушке сове поискать честно говоря и я думаю что в мире вышивки наверняка есть а да и у них есть еще официальный сайт официальный сайт у мари коле есть где они продают свои наборы сейчас одну минуту где я уже делал не нашла инструкцию уже куда то есть под руку делась чтобы не затягивать видео не искать вот увидите мари коли в фейсбуке мари коли официаль ввв марикалы коли и вот в общем я думаю что вы вобьете любом поисковике в гугле в яндексе и вам выдаст тут официальный сайт где вы сможете приобрести любой из их наборов а наборы у них достойные красивые я уже неоднократно показывала ну думаю что буду делать это еще да вот они положили ниточки а а мы тут разные наборы вот ведь я не рассмотрела картинку у меня это были зеленые ниточки видимо убираю бежевого это бежевые не белые ниточки вот они три вида камней какой же из них мой камень мой оказался наверно бордовый все таки да он такой да мне очень понравилось я заглянула в рисунок этого камня на не могу вам передать потому что он играет слишком внутри камня получился такой изломанный рисунок в виде цветочка удлиненным вот этим краем и он очень красивый вот просто на камеру этого не передать все разговаривать я могу бесконечно я желаю вам всем вдохновение отличного настроения пишите мне обязательно свои впечатления не всегда это приятно я их жду и надолго с вами не прощаюсь обязательно скоро увидимся всем пока